Глава двадцать вторая. Вовремя рассказ, то же, что музыка во время печали. Наказание же и учение мудрости приличным всякому времени. Повышающий глупого, то же, что склеивающий черепки. Или пробуждающий спящего от глубокого сна. Рассказывающий что-либо глупому, то же, что рассказывающий дремлющему. Который по окончанию спрашивает, что? Плащ над умершим, ибо свет исчез для него. Плащ и над глупым, ибо разум исчез для него. Меньше плащ над умершим, потому что он успокоился. А злая жизнь глупого хуже смерти. Плащ об умершем семь дней, а о глупом и нечестивом все дни жизни его. С безрассудным много не говори и к неразумному не ходи. Берегись от него, чтобы не иметь неприятности и не замарать себя столкновением с ним. Уклонись от него и найдешь покой. И не будешь огорчен безумием его. Что тяжелее свинца, и какое имя ему, как неглупый? Легче понести песок и соль и глыбу железа, нежели человека бессмысленного. Как деревянная связь в доме крепко устроена, не дает ему распадаться при сотрясении, так сердце, утвержденное на обдуманном совете, не колеблется во время страха. Сердце, утвержденное на разумном размышлении, как хлепное украшение на вытесанной стене. Подпорка, поставленная на высоте, не устоит против ветра. Так боязливое сердце при группам размышлений не устоит против страха. Наносящий удар глазу вызывает слезы, и наносящий удар сердцу возбуждает чувство болезненное. Бросающий камень в птиц отгонит их, и поносящий друга расторгнет дружбу. Если ты на друга извлек меч, не отчаивайся, ибо возможно возвращение дружбы. Если ты открыл уста против друга, не бойся, ибо возможно примирение. Только поношение, гордость, обнаружение тайны и коварное злодейство могут отогнать всякого друга. Приобретай доверенность ближнему в нищете его, чтобы радоваться вместе с ним при богатстве его. Оставайся с ним во время скорби, чтобы иметь участие в его наследии. Прежде пламени бывает в печи пар и дым, так прежде кровопролития ссора. Защищать друга я не постыжусь и не скроюсь от лица его. А если приключится мне через него зло, то всякий, кто услышит, будет остерегаться его. Кто отдаст мне стражу к устам моим и печать благоразумен уста мои, чтобы мне не пасть через них и чтобы язык мой не погубил меня.